Два бывших хузника Саласпилского-Шталага. Я тоже хочу дать им слово. И первого я приглашаю сюда Михаила Николаевича Зеленского. Пожалуйста. Константин Гаврилович Аберченко. Пожалуйста. Я был в Саласпилском концлагере. Не в детском. Там что-то рассказывали, как было. Этот лагерь. Я военно-пленный был. И вместо того, где был когда-то лагерь, там сейчас есть. По словам, там я почти нет. Служил я в артиллерии на острове Саре. В Эстонии, в острове есть. Могодзунский артиллерий. Это Могодзунский укрепый район был. Туда мы были. Там началась служба. В 40-м году после Финской войны. И там мы жили тоже ничего не было. Ни казарм у нас, ни чего. Мы зиму жили в палатках. Батареи артиллерийской установки только строились. И до конца войны большинство из них так и до конца были не были дословлены. Войну встретил тоже Насарем. И когда начались боевые действия, до нас доходили сведения не очень правильные. Но мы поняли, что на фронте очень плохо. Был такой случай. Мы думали, у нас еще боевых действий не было на острове. Мы обратились к комиссару. И попросили, чтобы нас направили. Что мы тут бы сделаем? Мол, сидим. Войны здесь пока нет. И помогать там. Но нас вызвали в особый отдел. И так поговорили, что мы как будто бы хотим с острова убежать. Мы испугались, что тут кругом вода будет. И мы больше не просили никаких этих переводов. Другие тяги. Ну, потом, так начались военные действия. Нас бомбили только. Самых боевых действий на острове пока еще не было. И только тогда, когда Эстония была уже взята полностью. Прибалтика вся была уже немцам захвачена. Тогда только начались уже через... Не с моря, а с десантами. Пробовали высаживать десант с моря, со стороны воды. Но там ничего не получалось. И только когда был материк занятый, уже суши на острова высадили немецкие десантки. Начались военные действия. Сначала на острове Муху. На меньших островках были. Потом перешли на острову Муху. Там были несколько... И с... Времени шли. И самое большое поле были на острове Царема. До октября месяца. Где-то в конце октября. Мы оставили остров с полуострова. Цирейский полуостров. Там на этом полуострове в конце самом была батарея. 315 тяжелая батарея. Вот ее взорвали. И мы уплыли, достали рыбачу роткой, уплыли, думали, переплывем Ирбинский пролив. И после этого соединимся там с нашими войсками. Но когда мы целую ночь мы плывали, переплывали эту самую протоку, пролив Ирбинский. И когда подходили к Латвийскому березу, нас встретили немецкие сторожевые катера. Подбрали на катер. И мы попали сначала на сборный пункт. А через несколько дней посадили в эфилон и привезли в Саваспилот. Вот там я и встретил эту самую скорую. В Саваспилот. Ну как там было обращение. Я, тут говорили, разница, скажем, с детьми и с большими тоже, они с взрослыми обращались с военными. Особенно с военными. Нам только, может быть, нам несколько повезло, потому что нам, нас сразу поселили в барак. Этот вот военный моряков и артиллеристов из острова Сарвема, когда они брали их, не знаю, почему немцы, или боялись оставить на этом, просто за колючую проволоку там. А в этом время в лагере было около 40 тысяч наших этих сухопутных пикатинцев. Виду их был очень плохой. Недели, недели, недели передвигались. Жили под открытым небом. Как раз начался снегопад. Зима была в этом 41-м году очень тяжелая, суровая зима. И там, ну, каждый день Солоспилского всего лагеря нашего увозили мертвых. Около 100 человек, каждый ежедневно. Такая была команда, ну, тот, тот команда, как она там по-немецки называется, смертельная смерть. Я говорю, вывозили их, вывозили. В самом лагере все было до последнего съедено. Что только можно было съесть. Кора ободраны, все эти кустинки, ну, деревья были, то волосы сколько могли достать, чтобы были обцарапаны, оборваны и съедены. Ну, что я в этом бараке, я там Солоспиле, я пережил все еще, тихо переболел. Там я в конце 41-го года нагрелась, там температура поднялась и вообще лагерь закрыли, уже на работу никуда не угоняли с этого лагеря. Вот был карантин, и в тевожном бараке я провел 24-го, 9-го марта 43-го года. Ну, в 43-м году удалось связаться с резким партизанским подпольем. Там при их помощи мы попали в латыйский партизанский подполь. База ее была около Сельского озера Белоруссии. Там был партизанский край, на сотни километров, в любые стороны, там не было ни одного немца. А оттуда ходили на задания у территории, мы вот латыйские партизаны, которые были, они ходили, подрывали железную дорогу, и на территории лагеря. В лагере до этого, я все время, мне такое снилось, что я убегаю. В лагере я как-то заснул, и я бегу куда-то, убегаю, там, такие, была вот, как наяву, кукурочное поле, как будто бы это шелестит все. А вот я, когда проснулся, смотрелся, я уже не уважил, а тут, оказывается, на третий... На третий гитарный нарвый, ну спик, проработал, спал, и вот так, ну потом в партизанском апреле я...